Добрый день, глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги. Меня зовут Алексеева Юлия Владимировна. Я врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии, научный сотрудник научного отдела инновационных методов серапевтической онкологии и реабилитации, призер конкурса молодых ученых в 2021 году. Также я автор 40 научных работ и защитила кандидатскую диссертацию на тему оптимизации лечения больных метастатическим колоректальным раком путем оценки и коррекции гариатрических синдромов под руководством профессора Семиглазовой Татьяны Юрьевны. Эволюция лекарственной терапии прошла несколько этапов. Это гормональная терапия, химиотерапия, таргетная терапия, иммунная терапия и продолжается по сей день. Благодаря современным подходам к лекарственной терапии, которые включают в себя комплексные, междисциплинарные и претензионные подходы, мы можем излечивать лимфопролиферативные заболевания, герминогенные опухоли, злокачественные новообразования у детей и эффективно контролировать другие злокачественные новообразования. Благодаря нашему лечению пациенты стали жить дольше и качественнее. Стоит отметить, что первый отечественный противоопухолевый препарат, эмбихин, был синтезирован и введен пациенту в нашем институте в 1947 году. Наш центр является одним из первых центров в стране, который специализируется на комплексном лечении детей с злокачественными новообразованиями. Комплексная терапия позволяет добиться излечения даже самых маленьких пациентов. Также Институт онкологии имени Петрова является центром по высокоэффективному лечению пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. Комбинация химиотерапии и химиотаргетной терапии позволяет добиться полного регресса представительств лимфомы более чем 90% у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями. Наш институт является экспертным центром по лечению редких гистологических типов опухолей, герминогенных опухолей, меланомы, сарком мягких тканей и костей. Проведение химиотерапии позволяет в настоящее время достичь выраженного клинического ответа у больных даже с метастатическими заболеваниями с несименомной генганадной опухолью. Более 50% закачанных на образование развивается у пациентов старшей возрастной группы старше 60 лет. В нашем институте особое внимание уделяется пациентам пожилого и старческого возраста. Нами разработан способ оценки функционального состояния больных данной группы и получен патент Российской Федерации на изобретение. Разработанный мультидисциплинарный подход с участием специалистов по реабилитационной медицине позволяет улучшить как непосредственные, так и отдаленные результаты лечения больных пожилого и старческого возраста. В 1980 году был разработан новый метод лечения под названием таргетная терапия от слова в переводе с английского «мишень» или «цель». В нашем институте, в частности на отделении опухолей молочной железы, впервые в стране начали проводить неодевантную терапию опухолей молочной железы. На сегодняшний день таргетная терапия является стандартным неодевантной терапией хердоапозитивных опухолей молочной железы и позволяет добиться полного патоморфологического ответа у данной группы пациентов. Инновационным методом лечения больных с злокачественным новообразованием является иммунная терапия. Она стала прорывом в лечении иммунокомпетентных злокачественных новообразований, таких как меланома, немелкоклеточный рак легкого, рак почки и плоскоклеточный рак головы и шеи. Ежегодно расширяются показания для применения иммунотерапии у онкологических больных. На отделении противоопухолевой терапии в нашем институте проводится клиническое исследование на сегодняшний день по применению неодевантной иммунотерапии и пролголемамбом в лечении больных меланомой кожи третьей стадии. Мы можем наблюдать эффективность данного лечения в виде полного патоморфологического регресса представительства меланомы в лимфатических узлах. Специалистами нашего центра продолжается изучение новых лекарственных препаратов. В частности, проводится изучение нанотехнологий, разработка новых противоопухолевых препаратов. На сегодняшний день в отделении онкоиммунологии разработано около 15 противоопухолевых вакцин. В отделении химиопрофилактики рака тестируются новые отечественные лекарственные препараты. Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, что мы открыты и ждем всех желающих к нам на обучение. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы. И, возможно, вы сможете стать следующими участниками, которые движут нашу эволюцию лекарственной терапии. Спасибо.